Это было уже не интервью. Спарринг или может быть даже дуэль. Президент России встретился с редким противником, журналистом, который спорит и перебивает. По-по-по-по-по-по-поэто. Нет, мы так не думаем. У нас другая точка зрения. Выход Путина из зоны комфорта превратил видеозапись австрийского телеканала в ценный материал для специалистов по языку тела. Такое движение бровей означает, что он либо скептически относится к тому, что говорит, либо к тому, что слышит. Американский эксперт по языку тела Тони Раймон русского не знает. Она лишь оценивает, как ведет себя тело Путина. Вот президент рассказывает о Евгении Пригожине. В западной прессе его называют поваром Путина и владельцем фабрики троллей. А в Америке власть обвиняют Пригожина во вмешательстве в американские выборы. Я даже не знаю, чем он там занимается. Что он действительно с этих позиций может повлиять на выборы в Соединенных Штатах. В этой ситуации он поднимает брови, когда сам говорит, означает, что он скептически относится к собственным словам. У российского президента тело довольно выразительно, говорит Раймон. Она показывает, как он вытягивает ноги, чтобы казаться больше, или выдает себя лицевой мимикой. Пример с петербургского форума – ответ на вопрос о русских хакерах, еще более говорящий. Он указывает пальцем. Это сильный сигнал. Когда вы указываете на кого-то пальцем, это признак гнева. Если вы двигаете рукой быстро. А тут это угроза. Не лезьте в мои дела. Я отдаю должное. Его жестикуляция, в общем, неизбыточна. Политолог Валерий Соловей помогает политикам лучше выглядеть на публике. На последних выборах натаскивал одного из соперников президента. Жесты Путина ему нравятся. Скупые, но эффективные. Потому что очень часто бывают риски избыточной жестикуляции. Если вы, скажем, сравните с Алексеем Навальным, у того избыточная жестикуляция. Впрочем, что Путин, что несистемный оппозиционер, чье имя президент по-прежнему не произносит вслух. Оба – мастера публичных выступлений риторики. Особенно по российским меркам, где многие политики до сих пор за словом в карман лезут. К примеру, Михаил Прохоров, когда хотел уйти от ответа, поначалу просто отворачивался. Вас не смущает судьба Михаила Прохоровского? Меня не смущает. Ему надевали специальную маску, при которой он не мог просто поворачиваться налево и направо. То есть он вынужден был смотреть в лицо интервьюера, в лицо собеседнику. И это, в общем, в конечном счете сработало. Представитель одной из самых сильных в мире школ выступления, американской, Дональд Трамп, отличается от многих ораторов в своей стране. Мог ли, к примеру, Барак Обама во время интервью махнуть на журналиста рукой и сесть за рабочий стол? Все? Довольно? Я не буду отвечать. Этот прием Трамп использует часто. Ему может не нравиться вопрос, личность журналиста, СМИ, которые он считает фейк-ньюс. Оказалось, что части населения подобная эксцентричность даже нравится. Люди принимают такое поведение за искренность. Валерий Соловей говорит, что имеет значение тело Трампа. Он может себя так вести просто потому, что большой. Здесь еще, вы знаете, важна, я думаю, такая антропологическая фактура. Он очень массивный. Массивный, крупный. Это тоже придавало вот его не самым заощренным оборотам, порой эксцентрическим, порой резким, убедительность, которой не было у его оппонентов. Скрытое поведение Трампа, продолжение восприятия его телесных возможностей. Тони Раймон обращает внимание. Реакции на вопросы длительным пожиманием рук с жестами. Трамп демонстрирует, он альфа. Он тут главный. А что касается искренности, здесь президент США – обычный политик. Это все про возвращение в Америку, инвестиции в рабочие места. Мы ставим рекорды каждую неделю, каждый день. Вот прямо сейчас это была ложь. Мы ставим рекорды каждый день. Было пожатие одним плечом. Вы пожимаете одним плечом, когда не уверены в собственных словах. Мы ставим рекорды каждый день. Нет, не ставите, это очевидно. Впрочем, синонимом лукавства в американской политике остается Билл Клинтон. Наверняка он хотел бы воспользоваться приемами Дональда Трампа. Или Владимира Путина, способного утопить оппонента в эмоционально окрашенных подробностях. Вы знаете, если вам не нравятся мои ответы, то вы тогда не задавайте вопросов. Но такие ответы выдают авторитарного лидера. Клинтон, хоть и сам все тот же альфа-самец, играл в демократа и пытался ответить. В результате запутался в собственных ответах. Сначала на вопрос, было ли у него что-то с Моникой Левински, а потом, извинился ли он перед ней. Вот смотрите, изменения в позе. Сейчас он прикрывает руками свои гениталии. И когда вы так делаете, означает, что вы хотите защитить то, что для вас самое важное. Очевидно, мы знаем, что это самое важное для него. Прекрасным оратором с хорошо поставленными жестами и голосом специалисты называют израильского премьера Беньямина Нитаньягу. Блестящий. Я думаю, что один из самых сильных в современном политическом мире. Но в последние годы стало сложнее наблюдать за его реакциями и анализировать его приемы в общении с журналистами. Несколько лет назад Нитаньягу часто соглашался на интервью. Но в последнее время он воздерживается от крупных телеинтервью. Общается чаще всего с газетой «Израиль Тудей», которую называют «Правда Биби», а также 20-м телеканалом аналогом «Фокс Ньюз». Политики, будь то Нитаньягу, Трамп и тем более Путин, стараются не рисковать. Почти все их выходы на публику происходят в их же зонах комфорта. А у нас все меньше возможностей прочитать, что же на самом деле происходит в головах мировых лидеров. Роман Перл, Таня Лукьянова и Владимир Витинский. РТВА